Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Юля и вы на канале о вязании. Сегодня я хочу вам рассказать о своем пополнении пряжи. Какая-то пряжа для меня новая. Есть пряжа, с которой я вязала ранее и осталась очень довольна, поэтому решила вам рассказать о той пряже, которую стоит попробовать и связать с нее какое-то изделие. Ссылки на магазин, который прислал мне пряжу, я оставлю внизу под видео. Это интернет-магазин Маковка. Я уже ранее в них заказывала пряжу и осталась очень довольна, поэтому могу вам с легкостью рекомендовать этот магазин. Напоминаю, ссылки внизу под видео. Еще у них есть бонусная программа, но об этом поговорим с вами позже. Итак, я начну вот с такой классной пряжи. Это Визель Рейнбл Ангора. Это пряжа секционного отрашивания. Имеет цвет светло-серый, темно-серый, белый и вот такой мятный. Очень красивый. В состав этой пряжи 15% махер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть, 60% акрил. В 100 граммах 550 метров. Цвет 50. Изначально, когда заказывала эту пряжу, я хотела вязать себе шаль, но когда взяла в руки вот такой мягкий моточек, он довольно-таки большой, смотрите, вот на моих ладошках он, смотрите, какие цвета очень красивые. Мне сразу захотелось вязать какое-то плечевое изделие. Так что эта пряжа пока что будет под вопросом. Также, дорогие друзья, чтобы вам было более удобно находить ту или иную пряжу, я оставлю под видео в описании ссылки на определенную пряжу и на определенный цвет. То есть, если вам понравилась эта пряжа, то будет ссылочка именно на нее, также на все остальные виды пряжи. Будут ссылочки. Спицы нам рекомендуют от 5 до 6. То есть, очень классно. Большой размер спиц. Можно быстро связать какое-то изделие. Вот так она выглядит. Имеет пух. Вот так. Смотрите, очень красивые цвета. Будут переходы. С этим заказом я осталась очень и очень довольна. Пряжа, ну, колкость есть, но минимальная, я хочу сказать, вам можно связать плечевое изделие. Она менее колкая, нежели я вязала себе джемпер из пряжи Элизе Кид Роял. Вот там она действительно такая колкая. Это немного помягче идет. Так что у меня есть, сколько здесь у нас, 200 грамм и 1100 метров. Так что можно связать довольно-таки большую шаль или же все-таки плечевое изделие. Буду думать. И уверена, что с этого что-нибудь получится очень красивое и стоящее вашего внимания. У меня два моточка этой пряжи. Ссылочка внизу в описании под видео на эту пряжу. Дальше, дорогие друзья, я заказала вот таких два моточка Фибра Натура. Не знаю, как правильно прочитать. Вы уж меня как-то поправьте. Так, здесь 78% хлопок и 22% сил. Шелка, если не ошибаюсь. Да. Так, цвет у нас 229,03. Очень интересная пряжа. Это желтый цвет, но видите, какая скрутка. Очень такие интересные. Никогда не вязала с такой фактурой изделия. Но вот этих два моточка я заказала, чтобы связать летнюю майку для своей младшей дочки. Я придумаю интересную модель и, может, даже сниму мастер-класс. Посмотрю, что с этого всего получится. Какое у меня будет вдохновение. Что еще вам сказать? Здесь 120 метров в 50 граммах. Так, отпаривать на единичке. Такой неяркий, приглушенный желтый цвет. Именно такие цвета мне нравятся. Даже, наверное, я сделаю обзор на эту пряжу. Повяжу образцы, покажу, как она смотрится в ажуре. Как, не знаю, держит резинку. Мне это все-таки необходимо знать для того, чтобы начать вязать маечку. Поэтому, наверное, я вам расскажу о ней немного больше, но в следующем видео. Если вам интересно, спицы нам рекомендуют четверку. Вроде бы так. Два моточка. На майку должно хватить. Я думаю, даже может и хватит на какой-то летний топ. Нужно вязать и смотреть. Дальше, дорогие друзья, заказала себе новую тоже для себя пряжу. Ссылочка будет внизу, в описании на нее. Это Кашемир Голд. В 100 граммах 320 метров. Состав 55% новая шерсть, 5% Кашемир, 40% акрил. Так, спицы рекомендуют 3,5-4,5. Отпаривать на двоечке. Это молочный цвет. Вот так он выглядит. По ощущениям напоминает немного Элизе Лана Голд Классик. Но я с нее хочу связать себе джемпер. Думаю, что на осень, так как у меня сейчас очень много планов, я обязательно сниму для вас мастер-класс. Свет вам не сказала. 2,0,4. Ну, в принципе, ссылочка будет в описании. Именно на эту пряжу. Там очень красивые расцветки. Заходите, смотрите. Думаю, что мне 3 мотка хватит. Это 300 грамм. Буду вязать в одну нить. Ну, а там уже увидите, что с этого получится. Какой именно джемпер. Или он будет ажурный, или с косом, или может просто лицевой гладью. Мне захотелось именно светлый цвет, так как хочу изменить цвет волос. Немного сделать потемнее. И думаю, что именно вот этот цвет, как-никак, будет кстати и идеально подойдет. Так, 3 мотка у меня. Дальше. У меня есть 5 мотка вот этой замечательной пряжи. Хочу сказать, что это 100% акрил. Но, если вы все-таки сторонник акрила, я вам рекомендую попробовать эту пряжу. Вы не пожалеете. Вот серьезно. Если вы еще не покупали Гималайи Everyday Anti-Pilling, то вот купите хотя бы 1 моток на какое-то изделие. 2 мотка. Не знаю. Вам нужно попробовать. Потому что это мягчайшая пряжа. Она совсем не скрипит. У нее нет никаких свойств акрила. Она не скатывается. Я недавно снимала видео о вязаных вещах, которые прошли время и стирку в машине автомат. И там вы могли видеть. Если не видели, то перейдите по подсказке, посмотрите это видео. Я показывала свой кардиган, который вязала вот с этой пряжей. Только этот вид идет. А кардиган вязала с однотонной пряжей. Он у меня уже года 3, ну 2, 2,5. Вот так. Я его ношу везде. Говорила. И дома носила, и на работе носила, и поездки одевала, и спала даже в нем. Нет ни единой катышки. Пряжа ложится очень классно. Спицами вязала номер 5. Вяжется изделие очень быстро. Так что, если вы можете вязать с акрила, и у вас хорошее к нему отношение, то, пожалуйста, попробуйте вот эту пряжу. В этом магазине маковка есть и однотонные цвета. Если вам уж такие не нравятся твидовые оттенки. Я вам настоятельно рекомендую попробовать эту пряжу. Итак, говорим сейчас именно об этом цвете. Это пряжа Гималайи Антипилинг Everyday New Tweed. 100% антипилинговый акрил. То есть, это означает то, что вещь, связанная с этой пряжей, не скатается. В 100 граммах 200 метров. Спицы рекомендуют номер 5. Цвет 75107. Очень мягкая пряжа. Прям супер. Я не пожалела, что опять заказала эту пряжу. Мне хочется с нее связать себе еще один кардиган. Также я сделаю обзор на эту пряжу, чтобы вы могли посмотреть, как она ложится в узоре. Потому что такая расцветка для меня в новинку. Я вязалась с однотонной пряжей, повторюсь. Поэтому хочется и вам показать, как она будет смотреться в том или ином узоре. Мягкая, мягкая, приятная. И поэтому, из того, что у нее такие очень классные качества, я заказала еще вот таких 3 моточка. С этих 3 моточков я планирую связать для своей младшей дочки джемпер или кардиган. Сейчас я пока что думаю. Но это говорит о том, что если я решила вязать джемпер, значит это очень мягкая пряжа. Так как моя дочка младшая, она не будет терпеть никакой колкости, никакого дискомфорта. Чтобы у нее в носке вещей все было идеально. Чтобы она себя очень комфортно чувствовала. Не дай бог, что ей где-то будет колоть, давить это все. Она больше никогда это не оденет и носить не будет. Это тоже антипилинг акрил, но однотонный. Вот так выглядит. Гималайи антипилинг everyday 100% антипилинговый акрил. Цвет 734. Ссылочка на эту пряжу будет тоже в описании под видео. Метраж тот же. В 100 граммах метраж. А, метраж. Да, разница в метраже есть. Но спицы одни и те же. Здесь 200 метров, а здесь уже идет 250. Я как-то не обратила внимания. Но вот именно с этого метража я вязала себе кардиган. Спицы рекомендуют номер 5. Вот такой очень красивый, нежный розовый цвет. Когда дочка распаковала эту посылку, она сказала, мама, свяжи мне что-то с этой пряжей. Свяжи и все. Она, конечно, сказала, первое это кардиган. Но я хочу все-таки связать джемпер. Потому что я уже так навязалась топов. Летнего мне уже хочется связать какой-то реглан полноценный с рукавами. Ну, вообще. Вот хочется, прям хочется. Я вам рекомендую. Пряжа нежнейшая, мягкая, мягкая. И цвета очень красивые. Кстати, главное, пряжа не линяет. То есть, какой цвет был изначально, такой он и остается. Очень хорошо стирается. Я же говорю, я стирала на 60 градусах. Потому что носила его в магазин и боялась каких-то микробов, бактерий. Ну, там, от денег, от всего, не знаю. Потому что руками берешь, потом этими руками там держишь этот кардиган. И я стирала, конечно, нещадно это изделие. Я знаю, есть люди, вязальщицы, которые не вяжут с акрила. Это ваше право. Я не навязываю свое мнение. Я же говорю, кто может себе позволить вязать с акрила, кто имеет к нему расположение, я вам рекомендую вязать именно с этого акрила, именно с этой пряжи. Вот прям класс. Эта пряжа у меня 3 моточка. Так что будем вязать с вами джемпер. Я обязательно сниму для вас какой-то интересный мастер-класс. И следующее, что я заказала, это вот такие глазки для игрушек. Я бываю, что повязываю игрушечки. И вот вам видно, что каждая пара глазок упакована отдельно. Это очень классно. Сейчас вам покажу поближе. Длина 11-12 миллиметров. Вот так. Это написано на каждом пакетике. Я заказала одинаковые. И вот так они выглядят. Смотрите. Глазки. Вот эти точечки, они как бы блики света в глазках. И вот такое безопасное крепление. Очень классно. Рисунок нанесен четко. Если вы вяжете игрушки на продажу, то аккуратность выполнения глазок сыграет немалую роль. Теперь я хочу с вами поговорить о бонусной карте от магазина Маковка. Вот так она выглядит. Очень таки творческая. Бонусная карта. Вот сайт этого магазина. В этом магазине есть не только пряжа и инструменты, но еще для других хобби товары. Это и вышивка, и скрамбукинг, и для бижутерии, если кто-то изготовляет. То есть, в принципе, все. Как получить эту карту на условия получения ее, я оставлю ссылку. Тоже внизу в описании под видео. И немного вкратце расскажу. Для того, чтобы ее получить, вы можете сделать единоразовую покупку товара в этом магазине свыше 500 гривен. И тогда вам придет вот такая карта. Также, если вам эта сумма велика, чтобы потратить 500 гривен за раз на пряжу или что еще-нибудь, вы можете собрать чеки, полученные за покупки в магазине Маковка, на сумму не менее 1000 гривен. То есть, если вы только узнали об этой бонусной карте, но ранее покупали в этом магазине, вы собираете все чеки, которые у вас есть. И если они выходят на 1000 гривен, то вы получаете тоже эту бонусную карту. Также, делать покупки на сайте каждый раз, указывая свою фамилию, имя, отчество на общую сумму не менее 1000 гривен. То же самое, если вы за один раз на 500 гривен не покупаете, то когда вы делаете заказ на 100 гривен, вы пишете свое имя, фамилию, отчество. Каждый раз, когда делаете покупку. И когда ваши покупки выходят на 1000 гривен, вам опять-таки приходит эта карта. Так что, как начисляются бонусы? То есть, за каждую покупку вам приходят бонусы на эту карту. Один бонус равняется 1 гривне. Что это значит? Если вы будете совершать следующую покупку, и у вас уже будут бонусы, то вы сможете частично за эту покупку расплатиться этими бонусами. Надеюсь, это все понятно. Также хочу вам сказать, когда я ранее заказывала пряжу, мне приходили вот такие образцы. И снова же мне прислали вот такие кусочки пряжи. Это джинс Ярнарт цвет 63. Вот так он выглядит. Смотрите, это очень удобно. То есть, могут присылать образцы пряжи, которые вы раньше не вязали. И уже по тактильным ощущениям, даже по цвету, если она вам понравится, вы можете ее заказать. Здесь также указано метраж и состав этой пряжи. Ну, я думаю, что джинс все знают. Кстати, с этого цвета никогда не вязала. Нужно будет попробовать. 50 граммов 160 метров, 55% хлопок и 45% полиакрил. И вот такая как бы визиточка. Вот смотрите, все есть. Бусины, подвески, замочки для бижутерии. Потом для вышивания, ручки для сумок, скрамбукинг, декор, инструменты для печерка, бисер, шерсть для валяния, иголки, товары для декупажа, товары для творчества, подарки. Бусы, фурнитура для бижутерии, пластика, глина, молды. Вот так. Вот такая визиточка. И еще мне прислали образец пряжи. Это Лана Катон Элизе. Многие, кто о ней говорил. Вот такой бежевый или песочный цвет. Вот. По ощущениям мягенькая, не колкая. 26% шерсти, 26% хлопок, 40, извините, 40, 48% акрил. Цвет 262. Ну, по мне, это как бы бежевый или песочный. 50 граммов, 160 метров. То есть, метраж, как и у джинса. Уже можно сравнить. Вот так. Это очень удобно, я считаю. И вот, в принципе. Так, дорогие друзья, ссылочки на все это внизу, в описании под видео. А сейчас вам покажу самое главное, что хотела показать уже в начале видео. Итак, дорогие друзья, вот то, о чем я говорила вам, что эта вещь будет приятна как и вам, так и на подарок. Смотрите, какая классная вещь. Сейчас очень модно набирать популярности картины по номерам. Мне, конечно, Бог не дал таланта художника. Поэтому приходится как-то придумывать какие-то способы, чтобы рисовать и творить еще в этом плане. Потому что, я скажу вам, очень хочется. Это очень классный будет подарок. Я уже задумывалась, чтобы подарить своим знакомым. Думаю, что им будет очень интересно попробовать себя в таком творчестве. Итак, эта картина по номерам называется «Ночной Нью-Йорк». Сложность – тройка. Размер 40 на 50. И вот так она выглядит сейчас. Вот видно вам, что каждый сегмент соответствует номеру. И по этим сегментам идет раскраска вот этой картины. Сейчас покажу, что входит в состав этого товара. Так, вот я уже открыла. И смотрите, полотно уже натянуто на вот такой деревянный каркас. То есть, вы разрисовываете и уже можете цеплять на стену. В состав вот этой картины входит. То есть, есть все, чтобы сейчас уже сесть и рисовать. Макет. Так как здесь цифры нанесены не очень ярко, а здесь уже лучше видно цвета более насыщенней нумерации. Все, также просто более насыщенней цвета. Потом идут вот такие три кисточки. Вот так это все выглядит. Три кисточки. И еще с ними шла вот такая штучка. Не знаю, что это такое. Но думаю, что по ходу рисования разберемся. Так, и дальше идет вот инструкция. Инструкция для росписи по номерам. Мы это с детками очень внимательно почитаем. И приступим к рисованию. И, конечно же, сами краски. То есть, каждая красочка соответствует номеру на картине. Вот так, очень много их здесь. Будем пробовать, будем рисовать. Что с этого всего получится, я, конечно же, вам покажу в каком-то обзоре. Так что, вот будут увлечены мои детки. Таким занятием. Продукция призначена для детей. Виком, вид, пьет и роки. Даже сони можно заниматься вот таким делом. Так что, на этом у меня все. Все ссылочки будут внизу в описании под видео. Переходите, смотрите, выбирайте. Может и у вас появится какое-то новое хобби. Помимо вязания, я буду с вами прощаться. Если это видео было вам полезно, поставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И помните, что все мире связано. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok